Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. Плюс 32 в горах местами. Плюс 21, плюс 26 градусов. Черкесский без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Ночью порывы 15,18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем плюс 30, плюс 32 градуса. На территории Корчаева-Черкесии с 2016 по 2021 год было построено более 100 социальных объектов. Все это в рамках реализации нацпроекта различных федеральных программ и проектов. В 13 населенных пунктах республики открылись 22 новых дошкольных учреждения на 2320 мест. В 5 возведены 7 общеобразовательных школ на 3304 ученических места. Сейчас ведется строительство двух сельских школ в селе Учки-Кен и ауле Гюрюль-Диук. Рассчитанные на 960 и 165 учащихся соответственно. Большая работа проведена в регионе по реконструкции и строительству объектов здравоохранения и культуры. В эксплуатацию введены 33 сельских дома культуры и 40 медучреждений. В том числе республиканская многопрофильная детская больница и онкологический диспансер в Черкесске. Фельдшерско-акушерские пункты сельской местности. В числе приоритетов в Карачаево-Черкесии также остается развитие спортивной инфраструктуры. В 2016-2021 годах построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов и 2 плавательных бассейна. Новые объекты спорта открылись в Черкесске, Карачаевске, Усть-Жигуте, Станице-Преградной, поселках Эркен-Шахар, Новый Карачай, аулах Малый Зеленчук и Кубина. Напомним, что в текущем году запланировано начало строительства первого в республике крытого ледового катка. Он будет возведен в Карачаевске. Сегодня Международный день пропавших людей. Каким образом спасатели и добровольцы узнают о пропавших людях? Какова вероятность найти человека живым? Утаивают ли родственники какую-либо информацию? Каким образом помогают социальные сети? На эти и другие важные вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит руководитель ПСОД Карачаева-Черкесии-Кавказ Али Байрамкулов и руководитель пресс-службы этого же отряда Светлана Никонова. Доброе утро всем! Доброе утро, Али! Доброе утро, Светлана! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Али, мы с вами совсем недавно встречались. Но вот работа, которой вы занимаетесь, она настолько важна, что об этом можно говорить буквально каждый день. А повод у нас такой. 30 августа – это Международный день пропавших без вести людей. И мой первый вопрос будет вот таким. Каким образом вы узнаете о том, что человек пропал? Наш поисково-спасательный отряд действует на территории Карачаева-Черкесии уже почти два года. За два года мы уже успели выработать алгоритмы работы, взаимодействия с правоохранительными органами. Чаще всего заявки поступают от сотрудников правоохранительных органов. Либо это участковые, либо это сотрудники уголовного розыска. От них поступает заявка о показании помощи в поиске пропавшего без вести человека. Часто бывает такое, что и родственники сообщают. Иногда, как сегодня у нас случилось, мы узнаем о поиске через средства массовой информации. У нас есть специальная служба, она постоянно мониторит социальные сети. В процессе мониторинга мы видим, что родственники ищут без вести пропавшего человека. Информацию проверяем, обращаемся в правоохранительные органы, помогаем родственникам в случае необходимости сделать заявление в полицию. Ну и начинаем работать. А вот бывает ли, что родственники утаивают информацию о том, что человек пропал? Знаете, на самом деле очень часто. И это самое страшное, наверное, в нашей работе. По определенным причинам, в том числе и менталитет у нас, вот так сложился, и какие-то обычаи, традиции, и страх, какое-то стеснение. Родственники очень часто не сообщают важные нам детали. Могут не сообщить о том, что у человека есть какие-то вредные привычки. Могут не сообщить о том, что человек имеет какие-либо расстройства. Болен, в общем. Да, и это приводит к тому, что мы алгоритм работы не можем нормально построить. Бывали случаи, что мы приезжали на место, искали сутки, двое, и только потом узнавали, что человек, которого мы ищем, оказывается, болеет. Расстройство определенное имеет. И алгоритм менялся. Мы, бывало, что не успевали даже находить живым. И это очень, к сожалению, печально. Вот, пользуясь случаем, хочу донести до ваших зрителей, уважаемые телезрители, нет правила трех дней, нет правила трех часов, нет таких правил. Да, конечно, конечно. Только что вы вот увидели, что ваш родственник должен был, ваш знакомый, близкий человек должен был, допустим, прийти в 9 вечера, он не пришел. Это уже повод для того, чтобы забить тревогу. Есть определенный алгоритм, мы на нашей странице в инстаграме постоянно рассказываем, как себя вести в той или иной ситуации. Сейчас я вкратце постараюсь рассказать. Первым делом обзвоните друзей, знакомых, обзвоните те места, где человек может оказаться. Если его там нет, то сразу незамедлительно обращайтесь в полицию. Или пишите нам, звоните нам, ну, пускай полиция, пускай мы там, ну, затратим лишние ресурсы, но мы уже будем наверняка знать, что мы сразу приступим к поступке. Шансов же больше найти. Ну, вы знаете, вот есть такое правило, как золотой час, золотой день, да, золотые сутки. Если своевременно сообщить о пропаже без вести человека, то шанс его найти живым-здоровым... Увеличивается в разы. Конечно. Представьте себе, особенно если человек страдает каким-либо расстройством, он, во-первых, может и переместиться в другой регион, может с ним несчастные случаи произойти. Все, что угодно, да. По детям тоже очень актуальный вопрос. Часто бывает такое, что дети пропадают в канализационные люки, попадают какие-нибудь несчастные случаи на заброшках, родители стараются, детей... Вот у нас был случай, я вот по сей день не могу, вот несколько месяцев прошло, ребенок в Тиберде пропал, получается, два или три дня, а поиски мы узнали на следующий день, утром. Они в полицию обратились на следующий день. Какой ужас. Маленький ребенок в Тиберде, там и город, там и трасса оживленная, там и чуть выше, и животные дикие, все, что хочешь, а родители только, получается, утром обращаются в полицию. Я вас очень сильно прошу, дорогие телезрители, запомните сами и донесите до своих друзей. Но может какая-то растерянность? Это и растерянность, это и, знаете, как в советское время нам все-таки пытались внушить, что и тогда такого закона не было, но был просто указ такой негласный, что надо ждать трое суток. Представляете, что за трое суток с человеком может произойти? Да, конечно, конечно. Конечно, конечно. Никто не застрахован, происходит вот такая ситуация, сразу звоните либо в 112, либо в полицию. Ну вот хочу обратиться к вам, Светлана, и спросить, через социальные сети, вот только через социальные сети получается находить людей? Через социальные сети мы активно и вообще очень успешно работаем в этом направлении, буквально вот последние поиски не так давно у нас были, которые удачно завершились только при помощи социальных сетей. Именно работы вот наших коллег, да, наших добровольцев, которые смогли посредством мониторинга социальных сетей распространение информации по крупным пабликам республики, не только республики, но и всего Северного Кавказа. Вот так нам удавалось находить людей по свидетельствам очевидцев, которые, обратив внимание на наши ориентировки, давали нам верное направление и указывали, где в этот момент находится человек. Действительно, вот без, скажем так, выезда, да, без задействия каких-то сторонних ресурсов, нам удавалось вот именно посредством социальных сетей. Плюс, конечно, вот та работа профилактическая, которую мы проводим, тоже пока, скажем так, большую часть этой работы мы проводим в социальных сетях, вот нам очень активно помогают именно, допустим, крупные паблики, да, и на наших страницах мы тоже публикуем массу такой полезной информации, нужной, важной, которая вот в таких, знаете, маленьких, вот каких-то дозированных, скажем так, объемах мы подаем, но это вот то, что нужно знать буквально как вот таблицу умножения, да, и для детей, и для взрослых, конечно. Хотелось бы обратить вот внимание на то, что есть вот такая полезная информация, которую вы можете подчеркнуть и на наших страницах в различных социальных сетях. И, конечно же, когда мы публикуем ориентировки, на нее обратить максимум внимания, возможно, где-то по пути в ближайший к дому магазин вы увидите человека, которого мы ищем. Хотелось бы еще спросить, вот есть ли какая-то связь со временем года, когда чаще всего пропадают люди, весна, осень, когда чаще всего пропадают люди? Вы знаете, наверное, мы будем говорить, вот сейчас у нас лето, да, конечно, конец лета, но тем не менее начинается сезон отпускной, начинаются долгие летние каникулы, когда, если мы говорим о детях, да, зачастую они предоставлены, скажем так, большую часть дня сами себе, потому что родители, бабушки, дедушки заняты какими-то личными, да, там, обстоятельствами, работой и так далее. Вот здесь, наверное, можно сказать, что лето вот такой вот сезон, это и для детей, и для взрослых, потому что это выезды на природу, это сбор, ну, элементарно, грибы, ягоды, да, у нас все-таки такой богатый горный край, поэтому здесь вот очень часто, плюс это отдых вблизи водоемов тоже могут случиться какие-то непредвиденные ситуации, которые, вот, я думаю, что, да, вот именно летнее время года, потому что, в принципе, люди как-то более посвободные, более мобильные, скажем так, поэтому, вот, акцент, да, на летнем. Хочу спросить, насколько часто находятся люди, насколько часто, я имею в виду живыми. Часто, часто. 90% наших поисков, даже, наверное, 92-93%, ну, если я так вот точно в цифрах не скажу, ну, примерно вот за 90% оканчиваются заветным словом НЖ, НЖ на нашем языке. Найден жив. Найден жив, да. Вот, вот, сейчас Светлана говорила про грибы, про ягоды, да, у нас очень богатый край, и с других регионов даже люди к нам приезжают. Хочется тоже, вот, пользуясь случаем, попросить регистрировать свои маршруты, когда вы выезжаете на природу. Хочется попросить соблюдать все меры предосторожности, не одевать ни в коем случае камуфлированную одежду, а иметь всегда с собой светоотражающие жилеты, даже если вы идете в лес, светоотражающий жилет в случае несчастного случая поможет нам вас увидеть. Люди, особенно грибники, одевают камуфлированную одежду, не зная, от кого они там камуфлируются, если только что от грибов не прятаться. Если, ну, мы тут говорим про охотников, то, понятное дело, там какой-то есть еще, ну, элемент логики, человек прячется от зверя, да, чтобы его выследить, то по грибникам смысл одевать камуфлированную одежду, вы представляете, лежит человек, который в камуфлированной одежде, его в жизни не найдешь, только случай может повезти, только случай можно его найти. Поэтому вот убедительная просьба, если вы выходите в лес, пожалуйста, предпринимайте все необходимые предписанные правила, пожалуйста. Мы также вот сейчас соучредили, мы являемся соучредителем НКО, а Центр помощи в ЧАЭС, вот по НКО тоже работу большую начали проводить по информированию населению, и там на странице НКО, и на нашей странице вы можете эту информацию увидеть. Вот, самое главное правило человека в данном случае, помоги себя найти, не допусти несчастный случай. Еще хочу спросить, вот прошло несколько времени, да, длительное время, насколько есть вероятность, что человека вообще найдут? Знаете, у нас были случаи, когда мы по полгода, по 8, по 9 месяцев, нашему отряду всего полтора, скоро два года, вот чуть больше, чем полтора, вот в нашей памяти уже как бы были случаи, когда мы по 7, по 8 месяцев искали человека и находили его абсолютно здоровым в другом регионе. Бывало, что даже человек сам не догадывался о том, что его ищут. Да, бывали случаи деменции, бывали случаи, что человек находился в каком-нибудь лечебном учреждении. Шанс всегда есть, но... А вот за какое время легче всего найти человека? Вероятность когда вот повышается? Наверное, первые... Вы сказали, вот золотой час, вот это, да? Наверное, первые вот несколько часов, особенно это, если касается поиска детей, первые несколько часов. Ну, чаще всего, наверное, старики и дети, да? Да, да. Вот смотрите, вот предположим, да, у нас происходит такой случай в центре города Черкеска, пропадает подросток, пропадает, ну, у каждого поиска свой алгоритм работы, однако, допустим, ну, вот рассмотрим подростка, да, там, или пропал дедушка с деменцией. Если нам сообщили о том, что он пропал в центре города вчера, то, понятное дело, мы... Да, он не будет там стоять, понятно. А если нам сказали, что вот буквально час тому назад пропал, то мы и по камерам можем работу провести, и по свидетелям... Конечно, упрощается это все. Ну, вы знаете, люди, я же говорю, вот у нас такое вот настроение в обществе, что стараются все утаить, стараются не сообщать. Ну, я думаю, после того, что вы сегодня вот рассказали, люди все-таки будут думать, если не дай бог у кого-то это произойдет, а вам я хочу сказать, что вы делаете очень благородную работу, самую нужную, самую благородную. Я желаю вам, конечно, здоровья и успехов. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. В следующем году наша республика отметит свое столетие со дня образования. В рубрике «Наше наследие» мы хотим рассказать вам о человеке, ставшем инициатором создания Карачаева-Черкесии, о революционере и ученому Маре Алиеве. Материал Шерифат Лепшоковой. Имя Умара Алиева прочно ассоциируется с революцией. Большовик и коммунист, лично знавший Ленина, он был одним из первых, кто боролся за власть Советов на Кавказе. Но Умар Алиев также основоположник Карачаева-Балкароведения, давший старт для дальнейшего изучения национального языкознания. Его память увековечили в парке Черкеска в ряду революционеров, пламенных борцов за советскую власть. Но как, имя Умара Алиева стало почти нарицательным в республике. В честь него названы улицы, в родном Карчурте есть музей, а Карачаево-Черкесский университет по праву гордится тем, что носит имя просветителя. Человек незаурядного ума и способностей, Умар Алиев родился в колыбели Карачаев. Казалось, судьба мальчика из бедной семьи была предопределена. Пости скот и бороться за выживание. Но и таков был Умар. Лучший ученик начальной школы в 11 лет решается бежать из дома, чтобы продолжить учебу. Один по перевалам мальчик пешком дойдет до Нальчика, чтобы учиться в Медресе. Так начнется его взрослая самостоятельная жизнь. Умар Алиев изучит арабский, фарси, позже еще несколько языков, получит высшее духовное образование. С 17-летним юношей он начнет преподавать в Дагестане, затем в Татарстане, Грузии и Азербайджане. Везде он будет видеть беспросветную жизнь бедняков. Так в жизнь Умара Алиева появятся марксистские кружки, знакомство с Кировом и Арджоникидзе. После 17-го года он будет бороться за установление новой власти на Кавказе, руководить отделом горцев при Наркомнации, а затем возглавит чрезвычайную комиссию. В 21-м году по инициативе Умара Алиева будет поднят вопрос о единой Карачаево-Черкесии. Получив поддержку населения, он возглавит делегацию на встрече с Лениным. Итогом станет декрет в ЦИК от 12 января о создании Карачаево-Черкесской автономной области. Но что узнают жители республики об этом памятном дне, да и о самом Умаре Алиеве. Соратник Ленина был во времена революции. Конституцию Российской Федерации вместе с Лениным он разрабатывал. Какой-то заслуженный человек нашей республики. Герой. Улицы же есть он у Морали. Герой войны. Видел где-то памятник, что-то такое. И так присмотрел, думаю, помню улицу такую. Человек незаурядных способностей. Умар Алиев стал автором больше 50 книг и статей. Его перу принадлежит историко-этнографический отчерк Нагая, Каранугае. Он исследует национальный вопрос и национальное просвещение на Северном Кавказе. Напишет историко-этнографический и культурно-экономический отчерк Карачай. В огромный труд в 300 страниц будут собраны важные сведения о географии Карача и его покорении, бытой экономике. В своей книге у Моралиев поднимет и острый вопрос межнациональных отношений. По его мнению, проблема заключалась в стандартной политике царизма, стравливавшего народы Кавказа между собой. Много сил у Моралиев потратил в основании карачаевской лингвистической школы. Работал над созданием алфавита на основе латиницы. В 1928 году в Ростове выйдет его книга о принципах составления карачаево-балкарской грамматики. Чуть позже, в Кисловодске, он издаст карачаево-балкарскую грамматику. И еще десятки работ на эту тему. Остались неопубликованными его словари, а также диссертационно работа на соискании докторской степени по современной экономике Соединенных Штатов. Человек, преданный делу своей жизни, интеллектуал. В 1937-м Умара Лив попал под жернова репрессий. В этот период он преподавал в Московском университете арабский язык и карачаевский в студии ГИТИСа. Умара Лив был арестован на своей подмосковной даче и через год расстрелян. Судьба человека, опередившего свое время в эпоху сталинизма, была предрешена. Шерифов Левшокова, Расул Гердеев, Вести Карачаева-Черкесия. А сейчас мы отправляемся в Ганачкирское ущелье. Сегодня в рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию с русским географическим обществом» мы расскажем об этом чудесном уголке природы. О ней и любопытных фактах, связанных с этой местностью, в репортаже Аллы Динаевой. Вот и солнышко заглянуло в этот тенистый сказочный лес, где царит папоротник. В Ганачкирском ущелье есть загадочное место, где остаточное формирование горного рельефа образовали интересный ландшафт. В связи с последними сильными землетрясениями, особенно известные землетрясениями 1802 года, но эти камни, конечно, сверху обвалились гораздо раньше, примерно в середине 15 века. И сорвавшись вниз, эти огромные камни формировали своеобразные лабиринты, а климат здесь напоминает тундру и связан на это с особенностями этой местности. Впереди по солнцу у нас гора Буульген закрывает лучи солнца вот в это место. Особенно в зимнее время сюда даже лучик не попадает, прямой луч не попадает. То есть зенит солнца настолько низок, что гора перекрывает. Из-за сырости, недостаточного количества солнца и наличия рядом реки образовалась здесь растительность, характерная для тундры. И можно увидеть в этом лесу мох норвежский, яловидный и обыкновенный. Ступаешь по земле, ощущение, как идешь по мягкому ковру. А образовался он из густой растительности. Еще одна интересная особенность здесь. Чувствуется какой-то странный и непонятный холодок. Прохладно, да? А здесь прохладнее. Куда дальше прохладнее, прохладнее. Опять-таки, разломы вещей мерзоты здесь недалеко под нами. Часть дороги по лабиринту мы уже прошли, но чтобы преодолеть весь этот путь, местами надо идти через сквозные пещеры. На улице жарко, здесь очень даже прохладно, свежо. А чтобы подняться, тут, видите, уже нужно держаться замок, чтобы не остаться там. Какое-то царство волшебное. Наблюдая этот необыкновенный ландшафт, различные растения, мы продолжаем свой путь. Ведь интересно и любопытно пройти его до конца. И вот впереди еще одна пещера. Она просторнее предыдущей. Еще с советских времен Альбек Аджиев работал в бюро путешествий и экскурсии. И оказывается, раньше туристы, идущие по 43-му маршруту через горы к морю, останавливались здесь на ночлег. Далее, как на перине, плюс спальники сверху. Комфорт. Да, уже такая романтика была. По пути в лесу нам встречались грибы, маховик, а вот и лисички. Далее направляемся за нашим гином Альбеком Аджиевым, жителем Сибирды. Без него здесь легко заблудиться. Вы местные называете это место? Я называю это из-за сказочности, так, Берендеевка. Наше небольшое путешествие в сказочный лес длилось не более 15 минут, но впечатления останутся надолго. Аладинаев Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Гуночхирское ущелье. Серебряным призером чемпионата Европы по смешанным боевым единоборствам стал сотрудник МВД по Карачаево-Черкесии Руслан Шедаков, выступавший в весовой категории до 93 килограммов. Спортсмен является мастером спорта России по боевому самбо и мастером спорта международного класса по ММА. Открытый чемпионат Европы прошел в Казани. Всего турнир посетили 252 спортсмена. 11 стран представили Европу, а также были гости из Бахрейна, Новой Зеландии и Таджикистана. Вы участвовали на чемпионате Европы по смешанным единоборствам. Как все прошло? С 16 по 20 августа в Казани проходил чемпионат Европы по ММА. Он проводился под эгидой Международной федерации ММА. То есть это дочерняя любительская организация UFC. Прошло все на высшем уровне. Кто тебя тренирует? Тренера у меня одного как такового нету. То есть кого-то одного назвать. Но я могу как пример привести, что, например, вольную борьбу мне подтягивает, обучает меня, помогает, подсказывает заслуженный мастер спорта по вольной борьбе наш легендарный земляк Наурус Тимрезов. Также у меня друзья, братья, хорошие спортсмены, занимающиеся вольной борьбой. Они все мне помогают. Все, когда надо, одевают перчатки, имитируют бой. То есть не чисто вольная борьба, а уже адаптированная под смешанное единоборство. Что касается грэплинга, я хожу, у нас есть известный тренер Ким Люгов Рустам. Он, считаю, его хорошим специалистом в этом деле. Что касается стойки, у меня есть друзья, хорошие стоечники, кто выступал на международном уровне по боксу, по тейквондо. Они мне помогают, подсказывают, советуют, спаррингуют со мной. В общем, вот так приходится путешествовать, так скажем, по залам, перенимать опыт от различных спортсменов. Каким образом ты тренируешься? Тренируюсь я, если у меня идет именно подготовительный период к соревнованиям, тренируюсь шесть дней в неделю, четыре из которых я делаю две тренировки в день. Если же у меня идет межсезонье, то есть это период, когда я работаю над физической силой, над какими-то новыми техническими элементами, то в данном случае я провожу утром легкую зарядку и вечером уже основную тренировку. Можно сказать, что практически всегда по две тренировки в день. И вот по-другому, мне кажется, не получится без режима, без постоянных тренировок добиваться каких-то результатов. Скажи, пожалуйста, как ты совмещаешь свою работу и тренировки? Чтобы совмещать работу и тренировки, приходится во многом себе отказывать в каких-то развлечениях. Остается мало времени на отдых, на какие-либо путешествия, на родственников. Приходится от одного к другому. То есть практически работа, зал, сон. Благо на работе тоже идут навстречу, понимают, где нужно, отпускают меня. То есть идут навстречу. Благодаря этому получается как-то совмещать. Были ли какие-нибудь отборочные этапы? Да, конечно. Чтобы попасть на чемпионат Европы, вы должны изначально отобраться на чемпионате федерального округа, попасть на чемпионат России. И уже с чемпионата России отобраться на чемпионат Европы. И, соответственно, приходилось проходить все эти этапы примерно с промежутком 2,5-3 месяца. Вот, начиная с января данного года, практически каждые два месяца приходилось выступать. То есть все крайние полгода у меня прошли в постоянном режиме, в подготовке. Собираешься ли ты выступать в дальнейшем на каких-либо турнирах? Конечно же, я считаю, что это только начало для меня. Я молод, полон сил, я себя прекрасно чувствую. С каждым годом, можно сказать, все лучше и лучше. Поэтому это только начало. Я планирую уже начать профессиональную карьеру. И радовать новыми победами, новыми достижениями. Спасибо вам за то, что вы нас посетили. Желаем вам успеха в вашей спортивной карьере. Спасибо за приглашение. Буду стараться и дальше радовать вас своими выступлениями. А я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. В 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Хорошего вам дня и до завтра на канале Россия-1.